Всем привет! Как определить, что пробита прокладка головки двигателя? Для примера рассмотрим автомобиль Peugeot 206 1.4 бензин SV. Вот данная машинка. Во-первых, двигатель начинает очень гораздо больше перегреваться, чем раньше. Вентилятор включается гораздо чаще. Антифриз выгоняет через бачок системы охлаждения. Через пробку бачка системы охлаждения. И там уровень постоянно его падает. Патрубки системы охлаждения становятся очень-очень дубовые. Особенно, когда машина горячая, патрубки прямо надуваются, они становятся очень толстые и жесткие. Если же патрубки выдерживают, то начинает эти фриз течь через все возможные щели. Через термостат, через радиатор, через все возможные места он начинает вытекать. Четвертая особенность того, что пробита прокладка, это с утра, когда машину завозим или после долгой стоянки, двигатель начинает потраивать. Причем он так потраивает буквально секунд 20-30. Почему? Потому что за ночь, когда машина постояла, антифриз попадает в цилиндр, он там собирается. И пока он не уйдет при заводке двигателя, при работе двигателя, один цилиндр получается у нас не работает. Через секунд 20-30 машина работает ровно. Следующий показатель это свечи зажигания. Как правило, именно одна свеча зажигания, одна будет у нас черная. Причем, если даже мы эту свечку зажигания поставим в другой цилиндр, в тот, где была черная, поставим чистую свечу, то через некоторое время обнаружим, что свеча черная в том же цилиндре, где была и раньше. Вот, это тоже показатель. Сейчас покажу. Выкручиваем свечи. Вот выкрученные свечи из цилиндров. Соответственно, они и так и идут. Это у нас с первого цилиндра, со второго, с третьего, с четвертого. И вот сразу бросается в глаза то, что с первого цилиндра свеча, она у нас с таким черным мокрым налетом. То есть все остальные, такой коричневенький, серенький, нормальный. А вот это вот с первого цилиндра у нас с темным налетом. Вот, соответственно, первый цилиндр у нас под вопросом. Его будем и проверять. Для проверки необходимо подать сжатый воздух в цилиндр. Итак, выставляем, закрываем клапана. Выставляем поршень в первом цилиндре в верхнюю мертвую точку. Для этого включили пятую передачу, механическую коробку передач. Кручу за колесо и смотрю, чтобы данная палочка, которая у нас воткнулась, которую я вставил в цилиндр, деревянная, да, чтобы она поднялась максимально вверх. Оп! Вот, я сейчас кручу кольцо туда-сюда. Вот вижу, что вот верхняя мертвая точка данного цилиндра. Проверяем. Сейчас просто подуем воздухом через пробку прямо в цилиндр и послушаем, он будет выходить или не будет выходить. Берем обычный пистолет-компрессор, мясо-это компрессор, берем переходничок, подходящую резинку, вставляем ее, то есть, на красроника так у меня становится, вставляем ее в колодец, свечной колодец первого цилиндра. Вот, и сейчас подую просто-напросто. Вот, я дую, оно где-то выходит, но в принципе клапана, скорее всего, будут закрыты. Вот, выпрыгиваем. Значит, клапана закрыты. Все, сейчас скручиваем данный наш переходничок. Вместо свечи. Вставляем пистолет прямо в наш переходничок и создаем давление. Конечно, у меня компрессор слабенький, качает такой до 8 атмосфер, но вся фишка в том, что смотрим в расширительный бачок. Если я сейчас буду подавать воздух, расширительного бачка должно булькать или подниматься антифриз. Так, вот, создаем давление. Очень наглядно видно, что в бачке антифриза вообще не было. Как и начало дуть цилиндр, охлаждающая жидкость у нас поднялась. Вот, хотя там было пусто. Почему поднялась? Потому что через пробитую прокладку, получается, мы дули в систему охлаждения. Вот, в систему охлаждения, соответственно, это наш расширительный бачок. Ну вот, друзья, таким простым способом можно проверить и убедиться в том, что прокладка двигателя пробита подголовкой и необходим ее ремонт. Чем мы, собственно говоря, будем и заниматься. Вот так. Всем удачи!